Внешняя политика 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 оказываемых услуг людям. Давайте припомним, самый плохой результат территориальной реформы от конца 90-х оказалось, что вдруг резко увеличилась расстояние между человеком, с одной стороны, и больницами, поликлиниками, региструем, то есть все то, что многим людям нужно в каждый день. И это, кстати, реальные, к сожалению, реальные негативные эффекты, и они собирают, чтобы они повторялись. Поэтому данная работа будет вестись категорически и на основе каких-то идеологических или политических подходов. Чистой профессиональной калькуляции. Что нужно, чтобы органы местной власти были эффективны и были близки к людям. Внешняя политика. У президента государства есть широкие полномочия именно в этой свете. В качестве главы государства, если на то будет воля наших граждан, безусловно, акцент во внешней политике буду ставить на европейский проект Республики Молдов. Это означает европейская модернизация страны, модели функционирования государства, привлечения инвестиций, грантов. Европейская модель для меня означает также модель подустройства нашей нации, нашего общества. Есть многие разрывы в нашем обществе сегодня, в том числе разрывы поэтическому и языковому принципу. Я, с сожалению, только констатирую, что различные политические силы, будь то крайне левого толка, или будь то крайне правого толка, рвут и разделяют наше общество именно по этим принципам. Противопоставляют людей одних против других. Сея ненависть и неприятие. Люди разучились уважать опцию любви. Я вижу здесь единственную модель, она европейская модель, модель, которая гласит так, не буду продвигать. У нас в обществе, в нашей стране живут представители разных этнических. Их много. Этих. Да, мы разные. Но нет другого пути. Нельзя заставлять человека, допустим, если он украинец, пихивать ему в голову, что это не так, это не удастся. Это глупо. Нужно уважать, иметь взаимное уважение к культурной, к этнической самоидентификации человека. Это дело каждого человека. Все мы вместе формируем молдавскую гражданскую нацию. Мы все в молдаване как граждане этого культуры. Вот она, центральная идея, и она основывается на европейском факторе культуритата и прединверситета. Только так можно укрепить нацию, общество и государство. Что касается внешнего вектора политики, хочу одно сказать и опровергнуть абсолютно все спекуляции, которые я слышу до сих пор и вы. Евроинтеграция и соглашение об ассоциированности с европейским союзом категорически не требуют и не входят в противоречие в сохранении хороших стратегических партнерских взаимоотношений со всеми восточными партнерами. У нас свободная торговля сегодня. 27 стран Европейского союза. У нас свободная торговля со всеми странами СМГ. Будучи президентом страны, республика Молжин. И Фрес останется членом СМГ. Это важно для нас. Для того, чтобы сохранить свободную торговлю и возможность безвезу передвижения. Именно такой подход, как и в жизни каждого человека. Скажите мне, пожалуйста, вы живете в СМГ, а у вас слева один сосед, справа один сосед. Ведь верно, что в повседневной жизни вам хотелось бы иметь нормальное взаимоотношение, хорошее, одинаковое, сосед на справа, сосед на слева или не так. Никто же не хочет с одним жить хорошо, а с другим запасы каждый день. Это интерес государства. Какой же интерес нужен государство? Это возможно. Более того, это абсолютно необходимо. И хочу вам дать одну простейшую разницу. Она реальна. Она не мной придумана. Просто над ней подумайте и слушайтесь. Нам говорят, давайте-ка мы приостановим действия соглашения по ассоциированности с Европейским Союзом и давайте вступим в Евразийский таможенный союз. Я отметил эту политику в сторону. Чисто экономические и юридические последствия. Соглашения в ассоциированности с Европейским Союзом, которые действуют сегодня, не требуют от Молдовы, выхода из СНГ, не требуют прекращения свободной торговли со всеми партнерами, как берем Украина, Белоруссия, Россия, Казахстан, Азербайджан. Таких требований нет. Это дает нам свободу, иметь свободную торговлю со всеми интересующими нас партнерами. И на Востоке, и на Санкт-Петербург. Теперь, по сравнению с этим, что означает вообще дефиниция таможенного союза? Хочу, чтобы вы знали. С чистой юридической стороны, таможенный союз – это такая конструкция, которая гласит следующий вопрос. Если ты сюда зашел, это единая таможенная политика. Ты зашел сюда, у тебя свободная торговля, только со странами внутри этого союза. Автоматически, по юридическим требованиям, международным правам, ты заходишь в таможенный союз, это означает, что ты будешь торговать свободно, и твои люди смогут ездить свободно только в рамках этих пяти стран. Со всеми остальными странами мира автоматически они будут вынуждены приостановить с нами свободную торговлю и свободную продвижность. Вот она в чем разница. Вот почему я выступаю и буду выступать за наше сохранение в рамках СНГ. Это очень хорошая платформа, которая оставляет свободу действия всем, и нашим партнерам в том числе, и нам, в том числе, и на других странах. Потому что наша страна будет инвестором интересным, как мне сказал Доксел Марк, когда решил построить второй взаимодействий. Знаете, почему принят такое решение? Потому что вы подписали соглашение с Европой, у вас свободная торговля и в одну сторону, вы сохраняете свой статус в СНГ, у вас свободная торговля с восточными партнерами. Это для меня очень интересно, потому что я смогу при необходимости в таком же торговом режиме продавать свою продукцию не на восток, не на восточном. Это исключительно стратегически важно для нашей страны. Остановлюсь здесь. Извините, что может быть, а не может быть, а точно что-то? Так. Абсолютно. Продолжение. И вот, когда мы говорим, об этом процессе интеграции европейного. Первый пас, часть компонента, рецепт академии, рецептация в Европе, судим, в момент в котором amplификаем процедура интеграции европейного, релом финансирование respective. Это финансирование очень важное, которые не помогают в рецептах, для того, чтобы стимулировать крантов, не только крантов, а именно крантов, а именно крантов, и крантов, и в основном, партой компонента, в среднем, заларий, блок трагин, ихипаменты, тренинг-ы, стажеги, что-то так. Боже мой, что мы сломали, а потому что, насчёты, действительно не все. Чем? Возвращаемся к вам? Возвращаемся к вам? Возвращаемся к вам? Возвращаемся к вам. Возвращаемся к вам, и в основе, сейчас нам нужно думать оцене, что мы сейчас, Горреса в карта. Горреса в карта. Горреса в карта. Горреса в карта. Откакал, издеваля на арабском. Если вы уходите в карта, понимаете? Думаете? В то же это-то. В то же самое. Мы в том числе. Мы не будем так сделать, что я так делаю рефериру. Мы меня23. Думаю, это мы-то не делаю. и ответственность. И ей ответственность, что НУ! И ответственностью мне, что с answers это ответственность? Вопрос. И даже не разумею, что мы не сравним, но мы разумеем, но разумеем, осталось. В целях вопрос. В это темно? В Заводный путь, которые информаются, они имеют в виду линдейства в центре страны, в центре национais, Довольно. 6,10 референдумов, в дефектактах. Не изменили на нашество обе, и у них изобрели. Их отрапали. Мы укромали за нам, что каждый человек сложно се сопла, не с том, а не с Thanks a Луко Сделали ве. В это время, у нас задание информации в сроке. Осталось в том, что этот комитет, Думаю, что они осуществляют 2.500 франции по Луне, в зависимости от Бухгаля или нет. Идите на референдум. И, evident, 80% сказали, что у них нет. Теперь. Когда мы говорим о пенсии. Понимаете? И, конечно, я и говорю, что это очень важно на реакция Сыри. И, следите, я в этом раме, я в этом раме не смогу решить. В этом раме не смогу. Я вам показал скара моя визиона. Как вы видите, я эти проблемы, которые требуются, включив и, в первую очередь, шаху Стату. Не делайте политики в каждую зиму. Не делайте чихи, когда мы говорим о парламенте и руководстве. Зи в зиму. Зи концентрали, в композиции, в основном, остыр. Да, у нас, на чем раме в референдум? Та, на раме раме? Радурах дата. Проектова в референдум? Я, конечно, не спрашиваю, что у вас в референдуме已經 приствии. Это есть тактик? Развит. Мы Живейского ноябрями, не слишком, аж яб ten лет, не с ним, в одну и с половиной четвертой класса поддержки, который соединый в личной жизни и нам зацвали ассистемии. И это проблема номера номера, 1 а… Проблема номера, 1, 2, 1, 2, 4… Проблема номера 1, 2, 3… Н vernных зацвилищ BEH с обойтой и в договоры, и вы даёте, что в последний раз, во время, по-много движения создавая, никого не смешно и после настоящего момента, в Европе и в Турцию, и в Турцию, и в Турцию и в Турцию, и в Турцию. Что вы понимаете, что у нас, в годы 52 лет, на пенсии, плит, силу. Я не говорю о силу, не говорю о силу, не говорю о силу, не говорю о силу, но 52 лет лет на пенсии, 10 лет, он поет себя как все-таки, а так? И, а то, что Фондов Сочи не в челтую, Фондов Сочи примет 10 лет, а в годы и в годы и финансирования. И это, если они будут потенциали демагровать пенсии, то мы не можем срабатывать. Продолжение следует... Doar la nivelul de decizii prezidențiale, la nivelul de decizii, de fapt, și parlamentul secund. La anumite dăți, că poate sunt zile mai importante istorici pentru țara noastră, dar cu ceva sărbători, cu prelegiul unor zile mai importante, se face amnistie. Cadrul general, cum se face? Eu nu suferi schimbări. Un lucru este clar. Că niciodată, și este viziunea mea, sub amnistie, nu pot și nu trebuie să cadă criminali care au sevărșit crime grave împotriva, să spun așa, umanității. Omoruri și nu din prudență, nu și de astea, se mai întâmplă în viață, dar omorpre limitate, sau potriva minorilor, potriva bătrâinilor. Asta este viziunea mea general umană, dar și una juridică dacă doriți. Cum se petrece acest lucru? Procedura spune foarte clar. Se discută foarte clar care sunt categoriile celor care pot să cadă sub procesul de amnistieri și la Ministerul Justiției și la Guvern și în Comisiile Parlamentului. Eu sunt mai mult ca sigur că cine trebuie să cadă sub amnistiere, nu trebuie să decide de sine stătător doar președintele țării. Poate să greșească. Aici trebuie o decizie să fie împreună cu Parlamentul, cu Guvernul, cu atragerea mai multor oameni, fiindcă în cap e bine, dar două sau trei greșiri nu e bine. Iată aceasta va fi procedură pe care voi urma voamă referați și numiți, domnul Poințial. Să vă mulțumesc, în primul rând, vreau să vă mulțumesc și apreciăm foarte mult căptatea dumneavoastră intelectual, capacităția dumneavoastră, apreciăm la fel să suntem lucrăstători pentru faptul că ați contribuit la creștere băciseală economică a unui citru gălți. Vreau să mă adresez cu două probleme în care sper să avem susține dumneavoastră. Prima în sine din necesitatea de a deschide o grădire botanică în unui citru gălți. Deci, este decizia deja prin vării, toată organizația din oraș, în care majoritate sunt lucrurile astea, este și locul determinat. Este și decizia cu hătările Guvernului. Deci, este documental, dacă doriți, la Parlament, dar am văzut un singur moment ca să acceptăm lucrurile la Parlament. Da, exact. Deci, asta nu cere mare eforturi, eu o să prezint, dacă dumneavoastră acceptați, o să prezint materialele care sunt și, cum, fiercărita cu îl pentru într-ăstărtăr cu ademă să se guardații. Când fel un moment, în acest moment, când avem un capitolul și un mă, mai casă, este capitolul și curopolețe în care nu avem să pe ademă plătăți și când multe capitolul, с темой Велсой, у них практически ныскут штинца Солвы, ревнувитый завант русский общая, которые говорят, мы им не знали, что есть акцент, а если вы скидете интернету, вы сгасите, то есть два объекта в Ревод Молодово, которые находятся в Тентативный лист. Листа Тентатива ЮНЕСКО. То есть это Орхеи, ведь, что разум в типе действия по Велсой. Но и они, как раз, все, они вместе, которые в Тентативных целей, что в Тентативных целей, мы все премолвали этот вопрос, революционный, что, скажу, в целом, не предыдущий это, но мы о том, что, что, мы, практически, мы оставим на Цернезионе, который спадет, как Богащие на Супреоне. Здесь есть искусство в единственном теннете, что у нас было при этом, если мы говорим на Бонт, Я говорю, что эксперты, в 39 сезоне Алью Неску, экспертины на Алью Неску, которые у нас есть идея. Рамы-несен, что мы встретим три экспертины для Алью Неску, которые они привыкли к ситуации в Чернозиуме, в Европу и в Удове, и в Алью Неску, и это будет основа для того, чтобы создать в Сирии, знал, как Патриимон Модиал. Если у нас потеряем Чернозиум, мы потеряем его визитинство, где мы? И как проблема у вас, когда вы видите экспертное Алью Неску? Сумасши. Ааааа, что вы проблемы, потому что не ольт был сцент. Дексте, у вас есть документы, я собираюсь об этом. Если Вы не знаете как вы в начале! Я собираюсь обучать его выбирать. Существめて крышу или бухгалтера в процессе. Это earth, у нас обучение! Пофига... Спасибо, что вы не можете! Я вам говорю, что вы скажете, что вы понимаете? Первое. К Primero, это очень мноте. На первых, это наверное, что вы поняли, что вы скажете на моих руках и у вас главную. Деком сталось о делах о том, что вы это не recipientу, Продолжение следует... 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 Вот эти люди виноваты в том, что мы погибаем. Дальше, второй вопрос. Иван Михайлович, извиняюсь, пожалуйста, так конкретный вопрос. Я конкретный вопрос. Нет, это даже не вопрос у меня, Валерий Иванович. А на путь себе президенту, это на путь себе. Второе. Значит, вы говорили, что инвестиции европейские. Да. Что-то 300-400 миллионов в год, по-моему. Значит, что касается этого вопроса. Мы сейчас эти деньги, вот только на семена подсолнечника мы их отдаем Европе. 300-400 миллионов в год мы отдаем в Европе за семена подсолнечника. Какие семена? Которые мы вполне в состоянии производить здесь у себя, учитывая, что мы не будем дальше поддаваться вот этой дикой системе использования земли. Если мы дальше, так же, как и раньше, в древние времена, мы организуем встроенную систему семеноводства. Мы сможем обеспечить себя этими семенами. И не будем 350-400 миллионов рублей в год тратить на семена, отдавать их европе. А делать свои семена. Обопрещать свои хозяйства. А когда они играли. Значит, потому что опыт такой у нас есть. Наш институт первым в Советском Союзе начал перевод подсолнечника на гибридную основу. Первым в Советском Союзе. Благодаря этому мы большие территории в России завоевали по подсолнечникам, подняв там урожай чуть ли не вдвое. Мы производили тысячи тонн. Это была строительная система семеноводства. И здесь есть люди, которые стоят в руках этой системы. И они могут сказать больше, чем я. Но почему-то мы предпочитаем импорт из 7 площади посевов подсолнечника. Значит, 99% импортные семена. Почему? Мы что, не в состоянии этого дела? Нет. Все остальные условия для того, чтобы мы свои семена не производили, а покупали их, тратя сотни миллионов рублей. Вот это все, что я хотел сказать. Просто надо взяться за регулирование в сельском хозяйстве. Отпускать на самотек это нельзя. Хорошая концовка. Я принял. Даже Европа регулирует производство в связи с сельским хозяйством. Я принял ваши идеи и виднопольствия. Они очень правильные. Хочу только сказать две вещи. Первое. То, что касается того, что укоренилось как система производства в сельском хозяйстве. Да вы присядьте. Как система производства в сельском хозяйстве. Действительно. Регулирование. Там, где не надо. Второе очень жесткое. А там, где надо. Никакого. Значит, у нас... Я сразу сказал изначально, что у нас ресурса времени не будет для того, чтобы по каждому сектору... Вы проверьте. Я достаточно работал в правительстве, чтобы по многим вопросам иметь экспертную оценку. Это очень сложная тема. Это вопросы, которые тянутся еще с 90-х годов. Когда я еще учился в аспиратуре. Попозже начал работать. Вот, допустим, приватизация в сельском хозяйстве. Как идея. Я как экономист могу сказать. Неплохая. Как метод, который был избран когда в середине 90-х для ее реализации. Не могу сказать, что она мне нравится. Этот метод мне нравится. Ваучерный метод. Особенно по распределению кота-валорика. Это же караул. Это же тянется до сих пор. И вы наверняка знаете. Кота-валорик – это дизастру. Люди изначально в эту модель были заложены неразрешимые вопросы. Как ты можешь животноводческий комплекс поделить. А ведь вопрос стал так. Поделить. Между прочим, я с завистью смотрел на... Профессиональное завистью. Смотрел, как, допустим, поступили в Украину в свое время. Они приватизацию сделали. Раздали бонер и проприятаты. Но на 20 лет внесли что? Мораторий на куплю-продажу. То есть они не дошли до физического распределения кота-валорика. И таким образом они сохранили крупное сельскохозяйственное производство. Шикота-депомент, Шикота-валорика. Это в свое время привлекло инвесторов. У нас что на самом деле получилось? Видимо, я могу только... Я не помню эти времена, скажу честно. Я еще только заканчивал учиться. Но, видимо, психология у людей была такая, что вот получим мы наш маленький надел земли и станем сразу богатыми и счастливыми. Что на самом деле не получилось. Потому что простая истина аграрной экономики говорит, чтобы надел земельный, чтобы предприятие хоть маломальским было рентабельным и производило результаты, оно должно иметь площадь не меньше, чем 60-70 гектаров. У нас масса производителей по несколько гектаров. Один работает в свой участок, другой не работает в свой участок. Оттуда переползает всякая, так сказать, ползущая вредители и так далее. Масса вопросов. Мы до сих пор... И нам понадобится еще достаточно времени, чтобы на завтра эту точку собирать. Я очень рад, что, допустим, проекты Мирового банка и других доноров приходят с субвенциями, приходят с грантовыми деньгами для техники и так далее, но при этом ставят один вопрос. Кооперируйтесь. Скооперируются 5, 6, 7, поменьше в нечто более крупное. Пожалуйста, даем грант. Это называется не административные методы, это называется, вы прекрасно понимаете, финансовыми стимулентами. И хочешь делать, хочешь не делать, но только так ты получаешь деньги. Это, кстати, и по поводу животноводства. Ну как, если поделили котоволык ферма, поделили там корову, да? Сегодня у нас что с вами? Молочное производство, то есть сырье для молочного производства концентрируется в основном где? В частном секторе. Это привело, помимо, допустим, засухи в этом году, и так подрывкаются проблемы. Это привело к тому, что все вот эти вот отходы из изображения, да? Все, что после животных, это еще источные воды. Это неоднородное качество. Один кормит одним, другой кормит другим. Эти технологические вещи я вижу и в обязательном порядке. Именно путем консолидации, финансовой стимуляции. В том числе через эти 50 миллионов за три года. И не инвестиции, но это инвестиции вообще. Дотации, это те же самые инвестиции. Сработают. Один констикальный момент, который я забыл сказать, но хочу. Что касается права купки и продажи земли. Законодательство Республики Молдова очень четко гласит, что эти имеют право заниматься исключительно граждане Республики Молдова. И я строго уверен, что это абсолютно верно. У нас рынок земельный, он далеко не развит. Мы не можем открыть границы для иностранных граждан, чтобы они участвовали в отношении купли-продажи с капиталом. Поэтому будем и я буду гарантировать удержание существующих ныне условий. Что касается семян. Давайте мы сделаем так. Я абсолютно уверен, что импорт или в основном, подавляющий в основном, импорт семян, это же вопрос, который не появился год назад или два. Согласитесь, да? Это еще с 90-х. Так оно и есть. Я хочу вас подвести к чему? Что кто-то может сказать, а вот соглашение об ассоциированности, все из-за врукта покупаем. Да ничего подобного. Мы их соглашали в ассоциированности и подписали два года тому назад. А эта ситуация отмечается еще после распада Советского Союза в 90-х годах. ... я обещал регламентированность И я абсолютно уверен, что на это есть все возможности. Было бы желание и профессиональное ввод. Поэтому в качестве президента, когда я говорил о Казахстане, то, что лично говорил, тот министр приходит, тот министр приходит, приходит со своими коммерческими интересами. Я же отказываюсь, просто отказываюсь. Ну что ж, буду очень серьезно приглядывать за каждым из них, чтобы удостовериться, что следуются принципы, называются транспарентности и жди интеллизации. У меня в жизни никогда бизнеса не было. Я всю свою сознательную жизнь работал в государственных органах. И, видимо, менталитет немного другой, понимаете? И привычки уже, вложенные в кровь другие. Если ты в бизнесе, иди в бизнесе. Если ты в госструктуре, он уверен, не работай в госструктуре. Это, эти две вещи, не могут быть снижены. Они антиподы. Они произдают хороших результатов. Поэтому будем с вами, дорогие мы, с вами, помимо там взгляда за чинами через эту комиссию, там будут у вас совсем подобные. Есть рады. Но в данном случае, готовьте точку зрения. Профессионально, не эмоционально. Давайте вместе, не только с минсельхозом, с минэкономикой, которая занимается вопросами внешней торговли, посмотрим ряд регламентирующих. Но для того, чтобы поддержать местное производство, это первый фактор. Второй, это не просто местное производство, это у нас, дорогие мои, валары да угаты каналы. Это высокая добровольная стемность. Это наука. Это инновация. А страна только проиграет, если, допустим, селекция исчезнет. Это означает, минус один институт, это означает минус элемент науки, элемент мозгов, элемент творческой работы. Вот мой, если очень коротко, и сжато на уровне тех знаний, которые у меня есть, я с вами готов буду сотрудничать и работать. Тиньи удачи! На уровне тех Wahidов и гарантовии по идее. Их за кадрах, но и об этом стоят. Вместе сronsкли. Захарский вопрос. Теперь мы по другим, да. Вместе с организацией, и обратно в институт, в атмосфернице Волтарев, на общественном это. Дорогие мои, я в начале профессионале не знаю. Это один, уже мне не было. Думаю, актины, которые дозяты больше, а в 45-е, так как они элогозизм, они плитизм, в связи с этим, из-за чего? Это у нас продолжается. В отношения и comunicация у нас не только на кампании, это и в уверенности. У меня есть два из представителей и в области, которые мы должны разобрать Мы премьем вопросы, которые требуют. Это подпишитесь на следующий вопрос. Но и для наших коллеги, которые на все были внови были не въезды, мы должны быть внови. Суну вопросы, которые не внови, а внови. Мы сейчас не внови. Мы не внови. Мы не внови. Сунула и у нас, Сергей. Вы знаете, что это очень много и идея нашей России, Я был политиков, поэтому я хочу сделать это не так, но так, не так. Вы знали, в период этой истории, что у нас идеи связаны с инвестициями. Я не знаю, что партнер-мастер-мастер-мастер-мастер-мастер, потому что он был в Москве, потому что мы имел Ассенат Акады социировали с Европой, в Университете, но я хочу сказать, что он отметил, что в нашей стране есть очень ефтен, что и в Германии, и в России, и в Россию, и в России, люди не получают 150 евро, потому что не в Молдову. Я хочу сказать, что в последнее время, в последнее время, в Университете, в Университете, и в Университете, в Университете. У меня в время когда о том, что, расследования в Университете, я considerу, что в политика РФ, быть, в Университете, в Университете, да, в Университете. Мы уже оскажем за, в этот год, в claws de германию, И это очень важно, когда мы будем спряжать, и мы будем реальны, и мы будем реальны, и мы будем реальны. Спасибо. Мне говорят, что это было. Мне, в основном, мы занимаемся на тему, и, в общем-то, мы будем реальны. 1. Драксалмайрол не был, после того, что он был создан Акодом. Драксалмайрол не был в 2011, когда он был в 2014. И мы говорим, что решение о реинвестие, не оскоряя profitами здесь, поскольку на уровне заработной 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 заработной, которая является более низким, чем в Северной Европе. Потому что Дракшель Майров, который мог бы сделать, как урмотворное, в результате от этих фактов, comparативно-авантажей экономики, включительно заработной 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 заработной, А вот связь с еды, проявляя, вопросов. Вы загляете в Германию и углы уделяете. И не делает восстановление. Дин счет, когда у нас получили до 5 лет, в этой работе, здесь и обеспечили, дезинтересно что это в этот результат, у нас есть действие о заработке. И откуда? Сейчас это экономит. А Вы дешевле, понимаете, а у меня это спасибо. Почти. Увидимся по поводу структуры, и в результате структуры, и в результате структуры будут, и неопарат, они будут. Если один, два, три, они не будут. Ответы в ситуации в состоянии. Это 20, 50, и начинают, на уровне лори, такие competиции, причем, которые, уже сейчас, употребают. и в зависимости от них. Маржа увеличена в саларе, видеться, есть, потому что это очень маленький, что они увеличены, и в сравнении с целью, и в сравнении с целью, и в сравнении с целью. Это и не стоит калкуру. Чит более массив тратим этот flux для инвестиций европей, и на омени европей, потому что, из-за того, что он не предоставил, и даже не предоставил, что он не предоставил. Поехали, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем, и стимулируем процессы демажирования в саларе. Это такие, которые в интеракции, и очень скрытые, Довольная мара. В фрауле Дабем, я вам говорил, что, из-за того, что это не проблема, что это будет, пока не начинайте инвестиция. Теперь, что-то, что-то, что-то происходит в том, что-то, 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 на начинке, в начале, судя на главе древнес, а на автояр Enorm Hahaha Day. Реалитете стимулирую, иु стимулирую, на минуте, марта, на нёме перебинате, на нёме перебинате, мы sweetie о информации в репетах в компании «CROQ» Но это не так. Компания CROWD, это не МОДОВНЕАСКА. Это компания медицина. Это первая гарантия для меня. Немного не подходит, и ничего не подходит. Они не подходит, они не подходит, они не подходит, они не подходит, они не подходит. Они и у себя профессионально, и они учатся по-настоящему. И я, у нас есть усыщение. На луна марте я принял рапорт. Думаю, это очень, очень, очень. Они по-аниментировали ассалитette за 400 миллионов долларов. Рапорт, они constатали, что они еще на 200 миллионов долларов. И они были в объекты на 600 миллионов долларов. И в форме есть миллион долларов, в форме банка, в целях, в машине, в цели, в цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Transport edificii. În procesul de liquidare a băncii de economie, toate aceste active a băncii, deja sunt în proces de re-a-lizare. Respectiv, asta este suma, care la fel vine, plus la 600 de milioane de dolari, care vine în recuperarea banelor băncii naționale. Și respectiv, azi putem considera, pe cel puțin, la nivelul de 750 de milioane de dolari, care vor e nimic în bucate pe o terenie. Banele la Banca Națională, care au fost dați prin Guvernul Atenuț, este pentru ce au fost dați? La Banca de Economie, tradițional, erau peste un milion de cetățeni, în un moment de buneți. Și de momentul când, cei care au făcut acele fraude, au făcut ca Banca să intre într-o stare grea, aproape nu cât grea, dar fără de ieșiri de situații, toate mijloacele ferite de Banca Națională Moldovic, au fost date pentru că nici când deponent, nici un cetățean în țări, atunci când își închide contul de la Banca de Economie, să nu-și pierdă, iată cum s-au pus. Și ultima, corotația. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. În genere, viața omului e trecătoare. Noi suntem trecători în viață, când politică, va depune mult. În general, eu țin minte profesorul meu, de filozofie, la doctorantură, general spunea că un om trebuie, ar fi normal în viață, o dată la șapte ani de zile, să-și schimbe lucruri. Că oricine n-ar fi eu. Lasă să păstreze din anism. Acum. Deciziile. Știți cine le adoptă? Oamenii. Fiind oamenii, în faptul de politicieniu, să vină în politică, oamenii îi facă politicieniu să plece în politică. Acum, cu fețe noi, eu aș ruga un simplu după. Nu vă dați mai la fel, să văd în modul cum gândesc, cum vorbesc. Eu cunosc politicieniu, cam de zona asta, din nouă răstă, care e nouă în politică. Dar, de punctul de vedere, Domnului ferește. Ca și profesionalism, ca și sunt mai multe lucruri. Deci, sunt de acord. Că sunt de acord, asta nu contează, politică este votația. Votația se face, la fiecare ciclu directorat. Eu nu pot să vă impun, și nici nu vreau să vă impun, cum să votați. Astăzi decizia va parține dumneavoastră. Unica chestie, atunci când oamenii adoptă decizia, nu o facem doar pe voastră emoționale. Și asta contează. Și emoțiile de noi. Dar rațiunea mea vreau să fie pusă în forță. Și de văzut. În cazul tău, ne vorbim de alegi de prezidenția. Gândiți-o bine, eu sunt în fața dumneavoastră, să vă rog, respectuos, sprijină la parte. Deci, nu o să vă abonați.